ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лёш, без меня, часа две, так нам долго. Лёш, ты я только записаться, две минуты. Угу. Час, быстро. Здравствуйте. Добрый день. Запишите меня на стрижку, пожалуйста. А суббота, 18 ноября, вам подходит? Выходной отлично подходит. А, час минуты надо проверить. Ну там, понимаете. О, на убывающую луну. 14 декабря. Всё бы ничего, но солнце в Скорпионе. Вот это подходит. Угу. А, нет, я же подстричься хочу не покраситься. Нет, луна в раке. Неблагоприятный момент. Ага, конечно, сами стригитесь на четвёртые лунные сутки. А, нет, Сатурн под влиянием Козерога. Подходит. Точно тогда к вам подходит? Вы уверены? Да-да, подходит. Всё, записала вас на 11 апреля 2020 года. Ну всё, всего доброго, до встречи, до свидания. Лёша, пойдём. Окей. В туалет никому не надо? Ага. О. Я в туалет. Никому не надо? Ага. Я в туалет. Надолго опять? 15 процентов. Ну, видимо, нет. Блин, телефон разрядился. Ты куда? В туалет хотел. О, есть ещё пленшет. Хм. Даже лучше. Хм. Я в туалет и сочёл. Надолго. Слушай, у нас удлинителя нет? Лёш, ты где это? У тебя там всё нормально? Ну, я в туалет. Ну, я в туалет. Я в туалет. Пипец. Мама, подойдём. А, это, кола, мне можешь с холодильника принести? Ура! Да, порядок. Никто не заметит. Мама, подойдём. Тортик я тебе купила. Не трогай его до завтра, ладно? Окей. Лёша, где торт? Я только ягодки эту съел. Ну, все. Даже большую голубую. Большую голубую, как торт. Может. Это что, торт? Да. Ну, на завтра будем есть, когда придут гости. Лёша, а? Не трогай его до завтра, ладно? Не вопрос. Я только понюхаю. Заря. О, откуда тут макароны? И где торт? Мне сегодня день рождения. Лёша, я ставлю этот торт в холодильник. И не дай бог. Эй, эй. У меня вообще-то день рождения. День рождения завтра. И пусть хоть этот торт до него доживёт, а? Лёша, пойдём резать торт. Резать его мы точно не будем. Ты иди, я. Ну, подойдём попозже. Малая, ты что-то хуянешь? О, ёшкин кот, ты сука разлила. А свет включить никак, да? Да что у тебя там происходит? Ой, ёшкин кот, ты нормальная? О, блин. И вообще-то вовсе не страшно. Нет, поначалу-то понятно, там эффект неожиданности, все дела. А сейчас вообще ничего страшного уже. Ой, да ножик ещё. Да ладно кого-то, блин, ты что, ты что, совсем что-ли? Вообще уже, придурочная, совсем что-ли? Ты что-то сказал? Пи***ть. А-а-а! Да, так хорошо. Может, сразу два? А есть побольше? Побольше, да. А, говорил, размер не имеет значения, да? Ах, да, отлично вошли. Что? Чёрный, кожаный, чёплый. Ты что? Блин, Лёша, мне сейчас такой сон приснился. Да, я слышал. Ты бы ещё видел, Лёша, чёрный, кожаный. Да как ты можешь? Зимние ботиночки. Чё? А-а-а! Сон в руку. Завтра можно будет съесть и купить. Ой, мама, это всего лишь сон, спи. Ну, конечно, теперь ты просто сон. А, ладно. Вернулась? Скорее, разувайся, малышка. Носочки оставить? Нет-нет-нет, снимите ощущения. Ой, у вас новый стеллаж, да? Вчера привезли, и Валера сразу его собрал. Какой молодец. Да. А у нас вот уже полтора года полка в окно стоит несобранная. Аллочка, всё было очень вкусно. Да, она у нас настоящий кулинар. Это да. Да я уже забыл, когда последний раз домашнюю еду ел. Да, там шутят. Да, Лёша? Конечно. Да, Ширак ведь ты сама завариваешь? Дома. И Валера пронёс меня на руках целых 12 пролётов. Обалдеть. А мне однажды Лёшку пришлось нести со встречи выпускников. Туфли просто были очень неудобные, я ногу подвернул. Они были на каблуках. Чтобы он не был самым коротким среди девочек в классе. Ребятки, у вас, конечно, очень уютно. Спасибо. Да, сразу чувствуется, рука настоящей хозяйки. Здорово, да, когда твой мужик хорошо зарабатывает, и тебе не приходится фигачить за двоих, забивая на работу подок. Ой, вообще-то я зарабатываю больше тебя. На 600 рублей. Да, но каждый месяц. Блин, Малая, классно позанимался сегодня. Рада за тебя. А я отлично провела время на кулинарных курсах. Нет, бокс это тема. Малая, я от тебя говорю. Лёш, я готовлю. Ой, вот что тебе даст эта кулинария? Вот нападет на тебя мужик в подворотнике. И чё ты ему сделаешь? Лёша. А я ему бэм, бэм. Дышь, дышь. Лёша, встань. Чё, да? Давай. Ну чё? Да что такое? Лёш. Ну ты сам же, блин, со своим этим боксом. Лучше бы ты кулинарные курсы со мной пошёл. Я просто вообще не сумок. Малая, ты слышишь, чё? Прикинь. Чё, возле паника лежит? Три пузырячек Дэнил запечёбывая, сука. Блин. Разбитые. Просто. Ой, короче, искать. Сука, вот кому-то не повезло. Ты это прикинь. Нет, просто. Да что за лог. Майк, жалец, мужика. Я за тебя представляюш. Просто. Ва! Не, ну прикинь, прикинь, прикинь. Каждый пузырь стоит рубля по два. Две пятьсот, Лёша. Реально? Да ладно? А, ну просто. Видишь, я туда откуда знаешь. Я хотела просто заранее купить новый год, пока где и не есть. А поскользнулась. И пакет вот. И всё. Смотри. Смотри. Ну, ничего страшного, Леша, зато ты вот как посмеялся. Леш, я тут подумала, ну, ты же знаешь, у нас в последнее время все не очень гладко. И я решила, что, ну, действительно, просто ты ведь, наверное, устал, и тебе хорошо было бы отдохнуть, развеяться, получить новые какие-то впечатления, эмоции. И вот я дарю путевку тебе на двоих. Во Вьетнам, блин, малая, ты, ты просто, ты лучшая, понимаешь, вот, муа, я сейчас Валерке сразу позвонил брата, полетил с братаном отдыхать. К какому Валерию, Леша, мы с тобой едем в отпуск. Так, а ты сама же, там, новые ощущения, развеяться от тебя отдыхать. Ты нормально вообще, адекватный человек? Придурожный. Валера, конечно, расстроит. Молчу, молчу. Идиот. Субтитры сделал DimaTorzok